Декаданс 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 Я хотела бы сегодня с вами поговорить о докадансе, о том, как он проявился в литературе. И, знаете, для меня это сейчас оказалось довольно актуальной темой. Пару дней назад я гуляла по городу, и меня посетили довольно невеселые мысли. Если так прогуляться по центру, то поймешь, что на городе не осталось живого места. Все уклеено флайерами, рекламами, все кричит о том, что я должна бежать за какими-то скидками, что-то покупать, что Evie Gay – новогодние распродажи, здесь у нас выгодно, здесь лучше всего купить качественный товар, здесь подарки, позаботьтесь о близких, позаботьтесь о себе, ухаживайтесь за телом, ухаживайтесь за телом своих близких и друзей. В общем, тотальная власть общества потребления, как называет современное общество Жан Бодрия. И есть такой американский исследователь, малоизвестный, Керни, который занимался исследованием воображения, как вообще человеческое воображение функционировало на протяжении истории человечества. И он говорит о том, что современное воображение, воображение современного человека, оно истощается. То есть, когда наше воображение стимулирует извне образы рекламы, телевидения, интернета, СМИ, куда мы не глянем, все нас стимулирует видеть какие-то визуальные образы, аудиальные образы. Это довольно агрессивная среда, в которой мы находимся, городская среда, интерьер, упаковки вещей. Все это кричит о том, что мы должны хотеть вот эти товары, эти продукты, мы должны определенным образом мечтать. И когда нас начинают подталкивать извне, начинает формирование наше воображение, оно начинает истощаться. Оно становится дряхлым, как пишет Бадле. Дряхлое своеображение – это, на мой взгляд, проблема современного человека. Но есть противоядие, если кому-то интересно. Это искусство. Искусство как раз таки стимулирует нас проводить внутреннюю работу, работать с нашим внутренним содержанием. В частности, с этим работает литература, любое разговорное искусство. И я хотела бы как раз с вами поговорить о декадентском романе, который, мне кажется, является очень актуальным в этом плане, поскольку мы сейчас с вами будем говорить о декадентских принципах. Декаденты в литературе занимаются тем, что пытаются пробудить нашу индивидуальность, пробудить наши внутренние грезы, мечтания, то, что в нас подавляется современной культурой. Ну, пару слов могу сказать о самом писателе. Жорис Карл Бьюсманс был украинским писателем. Сначала он начинал как натуралист. Он причислял себя к школе Эмиля Золя. Это, знаете, довольно было близко к импрессионизму, о котором говорил Саша. То есть натурализм в литературе предполагал какую-то объективную, беспристрастную фиксацию того, что происходит здесь и сейчас. И натуралист в литературе занимался тем, что художник пытался уподобиться ученому, который может объективно зафиксировать то, что сейчас происходит. Гюсманс поднатарел в этом деле. Он пытался максимально детализировано, подробно через слова зафиксировать движение, цвет, какие-то переливы, какие-то состояния. Он работал, знаете, вот прям как ученый, пытаясь передать вот все в мельчайших деталях, чтобы человек, читая это, мог это визуализировать. Но позже он переходит в противоположный, враждебный натурализму лагерь, лагерь Гагаданса. И сейчас мы с вами поговорим, что же этот лагерь Саша представляет. Или представлял, поскольку я думаю, что это скорее вымерший вид Декадента, как это ни печально, но все еще возможно. Декаданс исторически существовал в 70-е и 90-е годы 19 века. Он зародился во Франции, поскольку именно Франция больше всего находилась в состоянии такого морального упадка. Во-первых, Франция потерпела поражение во франко-прусской войне. Возник идеологический раскол внутри общества. Аристократы вымирают, буржуазия выходит на передний план. Если для аристократа главными добродетелями, главными ценностями являли честь и достоинство, довольно сложно понимаемые сейчас ценности, то для буржуазии главными ценностями являлись прогрессизм, прагматизм, выгода. Я думаю, для многих это более знакомо. Вспоминаем скидки, распродажи, позаботьтесь, купите все заранее и так далее. В это же время начинает переосмысляться образ женщины. Появляются первые феминистки, появляются первые женщины, которые начинают заявлять о каких-то своих правах, о том, что они тоже люди, как это ни странно казалось. И если в Западе доминировал образ женщины как образ матери, это было еще связано с сильными католическими ценностями, то есть главной ключевой фигурой являлась Дева Мария. И на женщину проецировался этот образ. То, как и в любую кризисную эпоху, люди начинают смотреть в сторону того, что было запрещенным, забытым, то, что им кажется таинственным, оккультным, эзотерическим. Люди начинают проявлять интерес к рентализму, к Востоку. И на Востоке образ женщины несколько иной. Сохранилось письмо Густава Флабера, которое написал своей подруге о том, как он провел один вечер со своей восточной подругой, где он назвал этой подругой сексуальной машиной. Это была восточная женщина, и Флабер описывает ее, что она создана именно для того, чтобы ублажать мужчину, что это такая прирожденная жрица любви. И этот образ совершенно не стыковался с образом Дьявы Марии. И это было как раз интересно. Интересует новое. Новое — то, что противоположно, то, что бросает вызов привычному. И не зря Соломея становится иконой Декаданса. Я напомню про этот персонаж Нового Завета. Соломея была дочерью царицы Иродиады и Ирода Типа. Она была для него патчицей. И этот брак Иродиады и царя Ирода очень сильно, публично осуждался Иоанном Крестителем. Иродиаду это вывешивало, раздражало, она требовала его казнить. Для Ирода это было нейтрально. Он не обращал на это внимания. И в какой-то момент он попросил Иродиаду, простите, Соломею станцевать ему. И сказал, что исполнит любое ее желание за исполненный танец. И что она попросила, я думаю, вы знаете, привезти на блюдце голову Иоанна Крестителя. Это довольно жуткий образ женский. Но от этого он более привлекательный. Представьте себе очень красивую, эротичную, чувственную женщину, порочную, коварную, которая может манипулировать мужчинами. И это даже не ее какое-то извращенное воспитание или какая-то сознательная позиция делать людям гадость, плохое преступление. Это ее внутренняя темная природа, которая бьет, как фонтан. И она ничего сама с этим не может поделать. И декадентов это, конечно, привлекало. Привлекала ее таинственность, порочность, преступность, смешанная с красотой. И вот эта красота и порог, эта связь красота и зло становятся очень притягательным, интересным, очень интересной композиции для декадентов. И, как здесь написано, Франция считалась Римом периода упадка империи. Когда Римская империя приходила в упадок, очень многие люди начали обращаться в культизм, в магию, становились маргиналами, поскольку они уже понимали, что официальная идеология их не спасет, не защитит. И они искали какие-то другие окольные пути для того, чтобы продолжать жить и получать какие-то важные смыслы. И поскольку Франция была в состоянии упадка, социальные основания были размыты, многие перестали верить в политику. Если раньше люди восхищались Наполеоном, считали, что это спаситель мира, даже враги считали Наполеона парадоксальным образом каким-то сверхчеловеком. Они, может быть, и воевали против него, но в то же время испытывали трепет и вообще какую-то экзальтацию, когда видели или слышали Наполеона. Это был какой-то восторг дикий. После поражений, конечно, Франция разочаровалась в политике, в идеологии и поняла, что революционеры, по сути, они однотипны. Они могут сменять старую власть на новую, но структура ничего не меняется. И в связи с этим, как и в любую призисную эпоху, возникает переоценка старых ценностей, и люди пытаются найти какие-то новые, новые основания, новые ценности, новые идеи. Для людей стало ясным, что главной антиценностью является антимещанство. Буржуазные ценности, ценности выгоды, торгашество — все это для интеллигенции, для представителей искусства было немыслимым, уродливым, безобразным. И искались новые пути, и вообще декаденты во время своего существования постоянно задавались вопросом, как прожить жизнь. И каждый представитель декаданца отвечал, ну, либо схожим образом, либо по-своему. Но что их объединяло всех декадентов — это эскапизм. Общество больше не наш друг. Общество — наш враг. Нужно от него бежать. Нужно бежать в лес, как это сделал главный герой The Sand. Нужно бежать во внутренний мир. В общем, с социумом, с общественными какими-то коллективами лучше не контактировать. Это уже сгнившие ценности, которые нас отчуждают друг от друга, и человек теряет само у себя. Нужно что-то с этим делать. И декаденты предлагают такой способ. Если общество — это враг, то у человека остаётся он сам. Но не просто сам, как личность, как гражданин, с телом, какой у него есть. Нет, необходимо заняться тем, чтобы культивировать индивидуальное. И это довольно непростая задача. Многим может показаться, что он является индивидуальностью, у него есть своё мнение, у него есть свои ценности, он может аргументировать свою позицию. Но если копнуть дальше, копнуть глубже, окажется, что это всё навязанные обществом ценности. Или сформированные в семье, в школе, в институте. Есть очень хорошие два средневековых термина, которые помогут прояснить ситуацию. Есть термин «форма формата», это латинский термин, и «форма информата». То есть человек формируется с двух сторон. С одной стороны, когда он владенец на него, его начинают формировать мать, семья, детский сад, школа, соседи, ближайшее окружение, культура. Это форма информата, это то, что тебя формирует извне, то есть формирует социальное, формирует общество. Но есть ещё другая форма, форма формата. То есть это внутреннее, то, что возникает с появлением человека, то, что обычно общество может затемняться, репрессироваться, вытесняться, отсюда все эти неврозы-психозы, о которых нам говорит психоанализ. То есть человек формируется с двух сторон. И докотекты предлагают отказаться от внешней формы и сосредоточиться на культивировании индивидуального. У каждого есть некое подлинное «я», которое оказалось замещённым какими-то общественными стереотипами, представлениями, как правильно, как неправильно, что мы должны делать, что мы хотим, что мы должны желать. И докотекты призывают человека сосредоточиться на внутреннем воображении. Выработать внутренний навигатор. И здесь возникает такой интересный момент. У многих докодентцы ассоциируются, и правильно ассоциируются, с темой гниения, разложения, чего-то безобразного, со смертью, умиранием. И действительно, докоденты начинают интересоваться этими, казалось бы, очень низменными вещами. Но на самом деле они не являются первооткрывателями. Если посмотреть религиозное христианское искусство, то христианские деятели, будь они живописцами или литераторами, они очень натуралистично прописывали пороки, грехи, все это низменное. Это необходимо было для того, чтобы это увидеть, зафиксировать в себе, для того, чтобы осознать свою падшую природу, греховную природу, для того, чтобы потом возвыситься. Это необходимый был элемент религиозного искусства. Можно сказать, что докоденты занимаются примерно тем же самым. Они изобличают пороки общества, вспоминаем еще какие-либо стереотипные фразы про докодентов, скрывают язвы общества. Но на самом деле, помимо этой ситуации, докоденты занимаются более интересными вещами. Они занимаются социальной критикой, но это не так интересно. Можно быть и политиком занимаясь социальной критикой, но высокая художественная ценность не в этом. Декаденты имеют очень много общего с алхимиками. Если кто-то из вас знаком вообще с тем, что представляет собой этот феномен алхимии, я думаю, вы можете уловить некую связь. Ну, общеизвестно, что алхимики пытались найти философский камень, и сразу разрушил миф, что это не материальный камень. И речь идет не о лаборатории материальной вещи, но не работают с вещами. Это работа с внутренним миром. Это работа с душой. И алхимик пытался обнаружить в себе крупицу золота. То есть в алхимии есть такая аксиома. В любой нечистоте, вообще в любой частице мира находится бессмертная частица Бога. Или частица золота. Частица чего-то бессмертного. И эту частицу нужно алхимику помочь спасти. Спасти от этой грубой материи. И алхимик этим и занимается. И первая стадия вообще алхимического пути подразумевает работу в черном. Это очень такая болезненная, травмирующая операция. Алхимики это называют отделить грубое от тонкого. Можно сказать довольно грубо, что это отделение социального, своей социальной биографии, от внутренней духовной биографии. Отделение социального от индивидуального. Для того, чтобы понять, с чем работать. Именно твоя душа и становится главным сырьем для того, чтобы вообще возделывать потом философский камень. И именно поэтому декаденты начинают обращать внимание на неизменные темы, на темы разложения, уродства, безобразного, для того, чтобы это апоэтизировать. Во-первых, это показывает вообще поэтическую мощь поэта. Красивую девушку может апоэтизировать любой ремесленник. Это несложно. Девушка сама по себе прекрасна. Но кто осмелится поэтизировать, например, гниющий труп лошади? Шарль Бадлер решился на это. В своем сборнике «Цветы зла» у него есть стихотворение, которое называется «Падаль». Лирический герой идет за своей возлюбленной, проходит мимо разлагающегося трупа лошади и рассуждает о прекрасном овечном. И в какой-то момент, бывает, был такой забавный момент, он говорит своей возлюбленной, вот и ты будешь так же разлагаться, как эта лошадь. Про себя молчит. Но он добавляет, что «Несмотря на это, моя любовь будет бессмертна». Ну, платоник. То есть есть мир вещей, который гниет, который уродлив, который пахнет, воняет. И есть мир идей. Есть идеи бессмертия, идеала, некой подлинности, которая сокрыта в этих нечистотах. И декаденты погружаются в эти нечистоты для того, чтобы апоэтизировать ее, для того, чтобы очистить мир, для того, чтобы увидеть даже в самом низменном, в самом грязном крупице подлинности, подлинного переживания бытия. Увидеть, если это религиозный декадент, например, Юсманс, он потом перешел в католический мистицизм. Он пытался увидеть в этих крупицах грязного, увидеть частицу Бога. Именно поэтому декадентов очень интересует тема перверсии, тема безумия. Ну вот, например, в романе, наоборот, без эсэнтов, есть такое воспоминание о главном герое, когда он такой весь очень куртуазный, маньяристский, дэнди. Его не интересует обычная любовь. Не говоря уже о семье, семейных каких-то отношениях. Это вообще что-то, мне кажется, он бы с ума сошел от этой эмульсии. Это такой очень рафинированный эстет. И он вспоминает свою любовницу, которая была чревовещательницей. И он просил во время их свиданий, чтобы она в какой-то момент внезапно заговорила голосом мужчины, который якобы их застал и готов расправиться с ним. Какие говорили? Слезные. Ах! Эй! И для того, чтобы хотя бы так заочно познакомиться с этим романом, я хотела бы прочитать отрывок оттуда, который бы показал вообще, что значит вести жизнь декадента. Речь идет о дезессенте, последнем отпрыске аристократического выродившегося рода. Он продает свой замок и переселяется в лес, в доме, где живет вдали от парижской суеты, обставляет там все по собственному смотрению. И это не просто там дизайн посмотреть в гугле картинки, скандинавский стиль, он придумывает совершенно какие-то свои просто поразительные интерьеры. И я советую вам, конечно, точно познакомиться с этим романом, но я сейчас прочту отрывок о том, как он веселился с друзьями. В юности он созывал званые вечера, приглашал своих друзей для того, чтобы патировать их. Он прослыл чудаком и слабо эту за собой отвердил, когда стал ходить в белом бархатном костюме с парчевым жилетом. И вместо галстука с букетом паровских фиалок в вырезе рубашки без воротничка. И когда стал задавать писателям званные ужины, один из которых устроил, вспомнив о забавах XVIII века по поводу одной пустячной неприятности и назвал тризнами. Столовые стены затянули черным, дверь распахнули в сад, по этому случаю также преображенный. Аллеи были посыпаны углем, небольшой водоем окаймлен базальтом и наполнен черными чернилами. Цветник уставлен туей и хвойю. Ужин подали на черной скатерти. На столе стояли корзины с темными фиалками и скобиозами. Горели зеленым огнем канделябры, мерцали свечи в подсвечниках. Невидимый оркестр играл траурные марши. А блюда разносили ноги и негритянки в туфлях без зайника и серебристых чулках с блестками, похожие на слезки. Из тарелок с черной кальмой гости ели черепаховый суп, русский черный хлеб, фреские маслины, черную икру, зернистую паесную, копченые франкфуртские колбаски, дичь под соусом цвета лакрицы и гуталина, трюфеля, ароматные шоколадные кремы, пудинги, виноградное варенье, чернику, чернослив и черешню. Пили с бокалов дымчатого хрусталя, лиманская, тонедоская, русельон, вальдопианц и портвейн. А после кофе с ореховым ликером потягивали квас, порт, ретеное пиво. Приглашение на поминки по скоропостижно скончавшейся мужественности написано было на манер некролога. Вот так Декадент развлекается. И Дезесент решил, что он не хочет это делать для других, он хочет проделать все эти трюки, все эти вещи для самого себя. И он создает свой искусственный мир. Вот почему роман называется наоборот. Он создает очень-очень красивый мир. И для многих роман покажется скучным, поскольку там нету антагониста, главного героя. Нету структуры композиции классической, нету какой-то кульминации, какого-то там взрыва, что к нему там придут, не знаю, какие-нибудь французские буржуа и все разгромят. Нет. Весь роман состоит в том, в таких долгих-долгих описаниях, что Дезесент решил там поесть, как он себе обтянул каким-то софьяном, какой-то толог, особой какой-то тканью, из которой шили раньше церковные мантии. И на самом деле по книге Дезесент действительно испытывал отвращение к жизни. Можно играть в декаданс, как поется в известной песне, но можно быть декадентом, когда ты испытываешь отвращение вообще к жизни, или отвращение к центру города. Можно пройти сейчас в какой-нибудь торговый центр, и, мне кажется, очень, очень так органично ляжет это отвращение к жизни на современного человека. Если посмотреть глазами декадента на тот ужас, который там творится. И если ты себя изолируешь от общества, либо добровольно, либо вынужденно, например, Оскар Вальд был вынужден уйти из общества, как он пишет своему любовнику, меня обвиняют в практике садомии. Но зачем практиковать садомию, если мы уже в совершенстве достигли этого искусства? Ну и, конечно, он был довольно несчастным человеком, умер довольно трагически, и он был действительно изгнан изне общества у него. Ну, я думаю, вы знаете эту историю. Дезастент добровольно уединяется и не контактирует с обществом. Он даже просит слуг, научил слуг особым образом ему служить, чтобы они оставались невидимыми. Но если ты остаешься одиноким, то необходимо учиться искусству одиночества. И для Бадлера эта тема очень была важна. Он написал эссе про толпу, где пишет следующие строки. Кто не умеет наполнять свое одиночество, не способен также быть среди людской толпы. Я думаю, каждый из вас может проверить, насколько его хватит, если его изолировать от людей, если не включать телевизор, компьютер, соцсети, не читать книжку, не есть, не пить, не спать. Сколько вы сами с собой наедине проживете? Вот этому нужно учиться. Это не природный талант. Это нужно в себе культивировать, если вы хотите быть доказательным. И Бадлера как раз говорит, что если вы не можете быть наедине самим собой, то и в обществе вы не сможете себя обрести. Толпа вас просто разорвет на какие-то отдельные психические остатки, какие-то инстинкты, аффекты. Вы там потеряетесь. Только докадент с внутренним индивидуальным стержнем может ходить в толпе, фланировать и наслаждаться тем, что он является частью толпы, наблюдая за ней. Этика подчинена эстетике. Это тоже важный принцип. Опять байка от Оскара Вальда. Под окном Оскара Вальда жил нищий в Ахмотьях. И Оскар Вальд попросил свою слугу, чтобы тот отвел нищего к портному. И портной должен был сшить аналогичный костюм, в котором сидел нищий, но сделать все из благородных тканей. Из парчи, бархата, шелка, вставить перламутровые пуговицы. То есть нищего опять надели костюм, какие-то лохмотья, но они были уже из благородных тканей. И вот как этот поступок можно оценить с точки зрения этики? Хороший этот поступок. Или плохой. Вот человек понял, что такое бархат, и он теперь будет всю жизнь оплакивать эти лохмотья, которые у него там порвутся через пару месяцев. Нет. Этическую сторону мы здесь отбрасываем. Вот я думаю, что все смотрели этот фильм. Я очень поразилась. Недавно пересматривала «Пиратов Кривского моря». Неожиданный такой поворот. Казалось бы, максимально популярный фильм, нацеленный на массовую аудиторию. Но вспомните, как ведет себя Жек-Воробей. Он как раз-таки этику подчиняет эстетике. Вспомните свою реакцию, когда он в очередной сотый раз предает своих друзей, обманывает их, сдает их пиратам, злодеям, которые их сейчас вот-вот убьют. Но с точки зрения этики этот фильм, мне кажется, как-то даже глуповато смотреть. Но вы не получите эстетическое чувство, если вы будете оценивать поведение «Пирата Джека Воробья» с точки зрения этики. Правильно он поступил или нет? Он нарушил пиратский закон. Или он нарушил закон Англии. Какой подлец? И мы сидим и осуждаем. Я думаю, что нет. Мы смотрим с точки зрения эстетики, с точки зрения авантюрности, насколько красив его жест, когда он попал в эти желоба кракона, попал его в пасть и попал куда-то на край земли, как он там себя ведет, как он там сбегает оттуда, предает своих близких и так далее, и так далее. За этим всем очень интересно увлекает, как раз за счет того, что это им моральный персонаж. Им не движет этика. И я думаю, что зрителям, когда он смотрит на это, тоже не движет этика. И это хорошее нащупывание наших точек соприкосновения с декадентами. Следующий принцип, которому следует дезэссент, и который характерен для декадентов — искусственно и прекрасно, природа скучна. Многие декаденты жалуются на однообразие природы и неспроста. У декадентов есть такая арсиома. Человеческое воображение гораздо богаче, чем действительность. Для декадентов очень важен был образ Икара, который хотел взлететь к Солнцу, полетел на своих прекрасных крыльях, опалил их и упал. И декаденты очень любят этот образ, который показывает о том, что мечты человека гораздо богаче и интереснее, чем сама действительность, которая просто погубила этого героя. То же самое происходит с дезэссентом, когда он смотрит на свой персидский ковер и понимает, что он красив, но его нужно украсить каким-то движущимся объектом. И ему приходит в голову мысль «Надо купить черепаху». И он сажает черепаху... Можешь ее реанимировать? Сажает черепаху на этот персидский ковер и понимает, что черепаха какого-то грязного, мутного цвета. Она не подчеркивает красоту ковра, а наоборот уродует. И он придумал. Надо попросить ювелира, чтобы он позолотил панцирь черепахи и инкрустировал панцирь драгоценными камнями. Там на нескольких страницах объясняется, как он выбирал, какие драгоценные искусственные камни нужно применять, какие прошлые, какие благородные, какие оставили свою былую красоту, какие носили, какие торговцы и обошлили этот камень. И, в общем, наконец-то принесли черепаху красивую, инкрустированную драгоценными искусственными камнями. Но, к сожалению, она прожила, ну, по-моему, сутки. Он обнаружил, что в какой-то момент черепаха перестала двигаться и указал, что она мертвая. Цитирую. «Черепаха была мертва. Видимо, привыкнув к тихому, скромному существованию в его горе панцире, она не вынесла навязанные ей кричащие роскоши нового облачения и драгоценных камней, крошавших ее спины, когда наносится». То есть даже черепаха, казалось бы, такое умное существо, расходительное, не справилась с этой богатой фантазией докадентов и померла. И для докадентов это, ну, довольно ключевая идея. Воображение всегда сильнее, чем сама реальность. Искусственное сильнее, интереснее, чем природа. Но разнообразнее, опаснее, авантюрнее. Небо всегда унылое. И Шарль Бадлер говорил о том, что путешествовать нет никакого смысла, потому что ты все равно со своим внутренним навигатором, внутренним индивидуальным яд, путешествуешь по этому однообразному, структурно-идентичному пространству. И лучше предпочесть туризму или предпочесть материальным путешествиям, внутренние путешествиям. И, ну, поскольку времени у нас ограничено, я просто хочу сказать, потому что в романе описаны путешествия The Center, когда он сидит в таверне лондонской, собирается ехать в Лондон, но он в воображении так круто расписал все свое путешествие, он почувствовал аромат Лондона, шум жителей Лондона. В общем, он в красках расписал себе Лондон и решил никуда не ехать, чтобы не испортить впечатление от Лондона. И также для декадентов очень была важная такая мистическая тема игры соответствий. Между звуками, запахами, различными нашими органами чувств есть какие-то соответствия. И когда, например, The Sand сравнивал музыкальные инструменты с вкусовыми качествами алкогольных напитков и находил между ними соответствия и создавал определенные композиции и из напитков и из музыки и вкушал это. Как описывают декаденты, это довольно такой мистический какой-то образ, что таким образом они прикасались к какой-то трансцендентали, то есть к тому, что находится за гранью вещей. Сейчас вспомнил себя Винчика Ерофеев, который, как помните, у него персонажи пили водку и один из них говорил «трансцендентально». Ну, кстати, Винчика Ерофеев очень советую почитать «Москва петушки», потому что это очень декадентский роман, очень куртуазный. Одни описания рецептов его напитков с языком самолки, канадского бальзама советую. бальзам «Москва». Ну, и в заключение я хотела бы все-таки попытаться ответить на вопрос «Что же нужно для того, чтобы стать декадентом?» Потому что я все-таки как современный человек, я бы хотела, чтобы декадентские настроения, работа с собственным воображением, она как-то среди людей получила какое-то распространение. Ну, все эти пункты мало, конечно, реализуемы, особенно первый, для многих кажется неподъемным, обеспечить пассивный доход. Дело в том, что если вы будете декадентом, вы не сможете ходить в популярные фастфуды, даже в модные кафе, вы не сможете одевать одежду из масс-маркета, из лакшери, потому что все это будет очень демократичным, очень стереотипным. Вам необходимо будет индивидуально шить одежду, вам необходимо будет создавать индивидуальные блюда, которые стимулировали бы вашу внутреннюю работу, ваш внутренний огонь. Ну, нужно очень много для этого средств, конечно. Также необходимо развивать воображение и эрудицию. Конечно, сейчас очень большой популярностью пользуются мастер-классы по развитию креативности, но само слово тренинг или мастер-класс уже навевает такую скуку и вообще убивает на корню всякую идею того, что можно какую-то там креативность развить. Попытайтесь оценивать вещи не этически, а эстетически. Ну, например, вы идете вечером по улице и видите драку. Попытайтесь отнестись к ней с точки зрения эстетики, композиции, красоты, плавности, краска, удара. Я думаю, вы получите больше удовольствия, чем от какого-то возмущения или презрения к этим в дурачках. Четвертый пункт, я думаю, для многих покажется скандальным, стать бесполезным как произведение искусства. Оскару Уайльда была идея о том, чтобы прожить собственную жизнь как произведение искусства. Ну, произведение искусства, как вы знаете, оно лишено прагматизма. Оно красиво само по себе. И как только оно марает свои прекрасные я не знаю, щупальца, руки, пальцы в прагматизме, в какой-то выгоде, как это часто происходит с актуальным современным искусством, то оно становится менее ценным. Это все идеи на вынос, я не буду о них поговорить, и, конечно же, вам советую прочесть роман Гейсманса наоборот, для того, чтобы вообще понять, как можно работать с внутренним воображением, как искать свое индивидуальное я. Спасибо за внимание. декадем и декадем и декадем Советское произведение у Оскара Уальда это Соломея. Вот я вам очень рекомендую. Есть, кстати, аудиокнига, точнее аудиоспектакль. Вот очень удачно, если вот есть возможность прослушать его, то там играют советские актеры очень известные. Очень передает такую изысканную, такую утонченную, такую перверсивную атмосферу, которая на Соломея ведет разговоры с серым крестителем. А в портрете Дориана Грея его наставник как раз его учит, как себя вести, как себя позиционировать. Он не учит Дориана Грея морали. То есть у него мораль или какие-то такие советы житейские, они очень эстетизированы. И вот между наставником и Дорианом Грея постоянно идут перепалки, они постоянно сыплят друг на друга парадоксы. И в парадоксах как раз они получают эту энергию для собственного поведения, для искусства жить. А можно еще Стивенсон? Странная история доктора Джекила и мистера Хайда. Это Декаданс или Готика? Потому что, ну, очень похоже и на то, и на другое. Готика с той стороны, что это как Франкенштейн породило то. Это романтизм. И здесь есть принципиальное отличие между романтизмом и Декадансом. Их часто путают, но на самом деле есть принципиальная разница. Романтизм — это такой эскапизм, когда тебе кажется, что ты не можешь воплотить свои стремления души в этом мире. И романтики постоянно отсылают средневековые эстетики, средневековые эпохи к неязыческому времени, точнее к языческому времени. То есть интересуются неоязычеством и прочим. У них душа тяготеет к прошлому. Романтики находятся не в этом мире. Декаденты находятся в этом мире. Поэтому они успевают и гниющие труб лошади, и вшей, и блох. То есть то, что они видят здесь и сейчас. Они не убегают от этого мира. То есть они могут изолироваться от него, но они успевают то, что здесь и сейчас находится между ними. И в этом плане это более, мне кажется, выигрышная позиция. Декаденская, чем романтическая. Да, пожалуйста. Ну вот я понял так, что одно из главных качеств Декадента — отвращение к жизни. Правильно? Ну как бы это звучало? Не, не, я сейчас немного расскажу, но вот наблюдая за современными квазидекадентами, у которых много денег, в принципе, не зависит от денежной сферы, и которые относятся также к жизни, как те декаденты. Может, не такие умные, не такие утонченные, постоянно ноют, как все грязно, какие люди. Мы сейчас закончим. Вот, но я заметил, что они панически боятся смерти. Вот. И, как бы, мне кажется, несоответствие. Как с этим обстояло у тех Декадентов, ну, скажем, какого-то, в XII веке? Вот кто-нибудь из них покончил жизнь самоубийством, поскольку если у тебя такое отвращение к жизни, березка дорого не стоит, потому что оно и в общественном туалете можно стереться. Вы позволите мне замолвить словечко про своего любимого декадента, декадентского писателя Серебряного века? Это Федор Сологуб, который написал роман «Мелкий вес» и множество таких декадентских, панических рассказов. И он вообще писал, что декадентство... Не стыдно быть и декадентом. У него есть такая статья, и он объясняет, почему. И действительно, декаденты очень любят идею упадка, умирания, такой чакоточной красоты. Но они, как вы правильно отметили, очень боятся смерти. Сологуб панически боялся смерти. Вот прямо панически. Хотя писал постоянно про своих... Про каких-то детей, которые воспевают смерть, бросаются с обрыва. Это вот прямо в каждом рассказе. Кто-нибудь с собой покончил из-за красоты, из-за любви к смерти. Но на самом деле искусство на то и искусство, оно отделено от жизни. То есть ты в искусстве можешь дистанцироваться от своих страхов. Ты можешь в искусстве говорить о том, что в жизни тебе панически кажется страшным. И мне кажется, методологически очень хорошо различать писателя, допустим, Сологуба как писателя, и Тетерникова, его настоящая фамилия, как личность. Потому что личность Тетерникова очень боялся смерти и всяких таких вещей. Сологуб как писатель воспевал смерть. И эти две личности, мне кажется, не стоит соединять в единое. Да, пожалуйста, последний вопрос или комментарий. Неосмешанный. Мне осталось совсем понятно, какого все-таки места социального и шаблонового Декаде. То есть время говорило о том, что они отстраиваются от общества, исповедуют такой пафосы индивидуализма и конструирование своей индивидуальности. Но ведь очевидно, что Декаде это направление само по себе шаблонным стало. То, что это явно какой-то набор принципов, это какая-то схема жизни и искусства. И все-таки это тоже в каком-то смысле социальный шаблон. Тогда какого места все-таки здесь? Нужно здесь различать, это важный этот вопрос, потому что когда мы что-либо классифицируем, это значит, что ты должен придерживаться таких-то критериев, для того, чтобы подходить под наши уникальные качества. Потому что, чтобы быть Декадетом, уникальным, неповторимым, нужно вот тебе вот такой список всего сделать, как я иронично вот здесь и написала. Ну, Декадет вообще с французского переводится буквально как упальничество. Это мировоззрение. То есть нету строгого смысла такого направления в искусстве. Это особое умонастроение. И как в любую кризисную эпоху возникают такие интересы к чему-то запретному, акультному и прочее, прочее, прочее. То есть люди пытаются как-то собственными силами реанимировать собственную жизнь. И люди обращаются к каким-то индивидуальным практикам. Ну, Декаденты очень любили алхимию. Например, Геусманс, он точно наукам предпочитал алхимию, астрологию, магию. И вот эти все вещи, о которых я говорила, о каких-то принципах и прочее, прочее, о них можно было говорить уже как задним числом. Что вот среди этих Декадентов есть вот такие-то общие умонастроения. Но когда, например, в России, в 90-х, у нас был прям вот расцвет Декаданса, это и Агата Кристи, и Калибри. И у нас, ну, вообще, очень интересное было направление Декаданса в 90-е. Это там смесь попсы и актуального искусства, Мамаша Монро, Бартенев и прочие-прочие там художники, музыканты. Вот, они действительно, многие из них пытались уже взять какие-то клише, взять какие-то стереотипы и поиграть в Декаданс, как поется у Агаты Кристи. Но игра в Декаданс и жизнь по принципам Декаданса – это разное. Ну, например, алхимия – это сугубо индивидуальный путь. У тебя не может быть даже наставника. Невозможно какой-то коллектив алхимиков, которые вот соберутся и начнут делать фасутские карты. Будем друг другу помогать, у нас солидарность, мы открыты для общения. Нет, это невозможно. Но, тем не менее, мы можем выделить принципы алхимии, потому что структурно – это идентичная работа. Также и в Декадентской поэзии, в литературе присутствует общая структура. Просто есть Декаденты наносные позера, а есть у которых это происходит изнутри. И давайте на этом завершим наш разговор. Спасибо большое за внимание.